Скоро тюменцы будут платить за проезд маршрутных такси при входе. Эти изменения уже действуют на некоторых рейсах, а середины марта будут введены повсеместно. Продолжение это прозвучало на заседании общественной палаты города и перевозчики его поддержали. Ну а вот как к изменениям отнеслись водители и пассажиры, выяснял Николай Смирнов. В большинстве городов России плату за проезд за маршрутное такси люди передают при входе в сам автобус. И только в Тюмени рассчитываются уже при выходе из салона. Хотя документально такая форма оплаты нигде не закреплена, именно такой способ исторически сложился в городе. Ветераны перевозок говорят, что это наследие советских времен, когда пассажиры на выходе отдавали деньги и отрывали билет. И вот с середины марта система меняется. Будем платить при входе. Плюс будет в том, что допустим уже без билетников не будет, это раз. А те люди, которые пользовались картами, которые им не принадлежат, это льготными. Они тоже не будут ими пользоваться, потому что водители будут проверять эти карты, как бы не будут осуществлять посадку этим людям. Водители уже знают о переменах. В салонах автобусов развешаны объявления, предупреждающие пассажиров. Однако отношение к новшеству пока настороженное. Мы не сможем успевать влаживаться в график, тем более в час пик. Люди привыкли, что они рассчитываются на выходе. Он даже на выходе выходит, начинает искать в кармане деньги. А здесь на заходе, пока он будет искать деньги, людей нужно либо информировать, но наших людей, по-моему, невозможно. А вот сами пассажиры на изменение способа оплаты реагируют спокойно. Для большинства известие о предоплате стало новостью, но как на это реагировать, еще не определились. Лично для меня, абсолютно без разницы, пользуюсь льготной картой транспортной. Мне как бы без разницы, мне и так, и так удобно. То есть могу при входе заплатить, могу при выходе. Разницы как бы не вижу. Если тут при выходе, там очередь, тут будет при входе. Я не знаю, это как. Специалисты говорят, что такая система более удобна, хотя для нее придется пересмотреть графики движения автобусов и добавить 1-2 минуты на каждую остановку. Как все получится на практике, увидим через две недели. Николай Смирнов, Сергей Жирнаков. Тюменское время.